Всем привет! Это снова я и снова это очередной, очередной лично, и снова быстрый обзор на телефоны. Вот, пришел ко мне еще один телефон Nokia. Сейчас посмотрим, какой именно телефон пришел. Ну, конечно же, вам уже это будет известно, потому что в описании и название к видео будет уже стоять название телефона. Поэтому, если вы смотрите это видео, значит, вы осведомлены, какой здесь телефон. А здесь Nokia E71. Сейчас мы будем смотреть, что же нам там пришло. Нам пришло нам, как всегда, зарядка, USB кабель, наушники, диск, OEM, manual. В общем, ничего особенного здесь нет, никаких подарков, ничего нам не положили. Ну, да и ладно. Самое главное, это телефон. Нас, вон, интересует больше всего. Ух ты! Телефончик выглядит просто чудесно. Сразу видно, да, чувствуется такая премиальность аппарата. Такой, хорошенький, опрятный телефончик, задняя крышка металлическая. Такой, да, нормальный. Нормальный аппаратик. Так, батарейка, как всегда, там заклеенная. Сейчас, как бы, я посмотрю, как его открывать, не знаю. Ахаха, его открывать. Интересно. Ага, вот кнопочки нажимаются. Такая, как-то. Туго открываю, все так. Ну, ладно, тут у нас прокладочки такие. Крышка металлическая. Можно постукать, даже услышать металл. Тут у нас обведен кругляшком, не знаю, видимо, продавец оставил. Чтобы было видно серийный номер крышки, там все дела. Или что там, вон, написано. Зачем они обвели его, не знаю. Что они хотели этим нам показать или сказать, что неизвестно. Так, батарейка BP4L, здесь большая батарейка. Сейчас посмотрим ее емкость. Ну, для тех, у кого был такой телефон, емкость уже, видимо, известна. Тут у нас так, все как положено. Вот эта вот штучка имеется от завода. Телефон якобы там этот самый, короче, они ставят контрольную фишечку. Тут у нас все нормально. Ну, кей, показывают, куда сим вставлять. Батарейка у нас на полторы тысячи миллиампер. Я думаю, что телефон будет работать очень долго. Да, потому что, как бы, операционная система таких телефонов не очень требовательная. Соответственно, будет пахать и пахать. Закрывается плотненько, все хорошо. Кнопочки такие, ну, приятные на вид такой, аккуратненькие. Тут у нас под microSD разъемчик. Вот он. Так, как-то непривычно так закрывается. Странно. Еще, смотри. Ух ты, попробуй запихни еще, как они так закрыли. Ага, вот. Так, тут у нас microUSB. Тут у нас кнопки, реверки громкости. Ну, конечно, разъем. Жалко, что вот такой вот сейчас. Это не очень стандартный разъем. Два с половиной миллиметра. Потому что, в основном, везде идет три с половиной миллиметра. Здесь у нас разъем под зарядку. Так, сверху у нас это что такое? Это, я так полагаю, динамик. Да, это динамик. Прикольно. Ну, и включаем наш телефончик. Так, вот он у нас включается. Тут есть Wi-Fi, Bluetooth. В общем, все как положено. Уже более приближенно к смартфонам. Ну, конечно, телефончик очень хороший такой. Чувствуется вещь в руке. Лежит. Такой своеобразный дизайн с квертик-клавиатурой. Не такой, как все телефоны сейчас на одно лицо. Какой смартфон не возьми, все, блин, прямоугольные. На одну харю. Не на что и посмотреть. Ничего не выделяю. У кранчик такой яркий, хороший. Неплохой телефончик, неплохой. Так, Tools. Setting. General. Персонализация. Display. А ну-ка. Мы яркость еще поднимем. Немножко. Да, яркий экранчик. Такие цвета насыщенные. Хороший экран. Home screen, tone, language. Mathematic. Так, а где же русский? Русский есть. Русский язык есть. Перезагружаем. Шустренько работает так хорошо. У меня был в предыдущем обзоре Nokia N96 на обзоре. Но тут работал помедленнее. Здесь, наверное, все-таки процессор уже... Ну, это, по-моему, и новее, чем на 96. Точно не помню. Вот. У этого явно работает побыстрее. Так, сейчас посмотрим, что тут камера. Ну, тут жалко. Пленочка заклеена. Вот, видите, я срывать не буду. Поэтому сейчас просто быстренько так включим, посмотрим. Все, работает камера, не работает. Так, камера работает. Изображение ожидаемо немножко мутноватое из-за пленочки. Ну, это ничего страшного. Сейчас сделаем пробную фотографию. Класс. Так. Сфотографировали. Ну, что. На самом телефоне посмотреть, конечно, не удастся. Нормально. То есть, только на компьютере. Потому что, как бы, сами понимаете. Маленький экран, маленькое разрешение. Соответственно, и фото будет. Но, я думаю, 3-2 мегапикселя там уже должно быть неплохое качество. Тем более, здесь честные 3-2 мегапикселя. Потому что Nokia, как бы... Nokia есть Nokia. Фигню они ставить не будут. Вот такой вот у нас телефончик. Так, еще раз зайдем в видео, посмотрим. Такое у нас. Все по папочкам. Закос непонятно по что. В общем, выглядит все неплохо. Вот такой вот у нас телефончик пришел. Все, всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok